А в военных преступлениях российских военнослужащих в Украине появляется всё больше новых свидетельств. По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубенца, за последние 9 месяцев полномасштабного вторжения РФ его офис получил десятки видеоказней военных ВСУ оккупантами. За 9 месяцев публичных казней украинских военнопленных российскими военными мы получили несколько десятков. Это и отрезание головы, и отрезание половых органов, это и отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг пальцев на руках. То есть это разные видео, которые публично сами записывают российские военнослужащие. По мнению Киева, одна из причин, по которой россияне распространяют подобные ролики, одновременно деморализировать и озлобить ВСУ, а к тому же убедить российских мобилизированных, что украинцам в плен лучше не сдаваться. Также, по данным украинских властей, 89% украинских военнослужащих, вернувшихся по обмену с плена, заявили, что подвергались физическим пыткам. По всем этим случаям в Украине начаты уголовные расследования. Всё новые свидетельские показания о военных преступлениях россиян собирает и придаёт огласке проект «ГУЛАГу.нет». Так, в последнем интервью бывшие заключённые, завербованные из колонии в ЧВК «Вагнер», рассказывают, как в январе в Бахмуте закидали гранатами яму, заполненную десятками убитых и раненых украинцев, взятых в плен, а также россиян, отказавшихся воевать. «Мне был приказ прийти, взорвать и поджечь. Я же не буду там смотреть, сколько там человек дышало, сколько там было живых. Я просто увидел своих, доложил командиру. Мне сказали, это уже не наши, уволить всех. Всё. Что мне было приказано, то я и сделал». Среди других свидетельств расстрел более 20 украинских детей и подростков зачистки жилых домов с убийством всех жителей. В свидетельских показаниях – точные даты, местность, имена и позывные командиров. В частности, по словам экс-вагнеровцев, приказы о казнях и других военных преступлениях давал лично глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Проверить достоверность этих показаний в условиях войны редакция не может. «И мы шли, убивали всех. Были женщины, мужчины, деды, пенсионеры, пенсионерки и дети. Ты понимаешь, вот на этих руках сейчас. Она въезжит, она маленький ребёнок, понимаешь, ей 5-6 там год, я не знаю, 5 лет. А я выстрелил, ты понимаешь, контрольный». «Всех подготовьте, накормите, напоите раненых, проверьте, чтобы врача осмотрели». А такое пропагандистское видео распространяет сама ЧВК «Вагнер». На нём Пригожин заботится о том, чтобы украинские военнопленные, подлежащие обмену, вовремя вернулись домой. «Своего руководства я получил указание передать вас к украинской стороне до наступления Пасхи, чтобы вы попали к своим семьям, жёнам, матерям и детям. Надеюсь, вы больше к нам не попадёте». Этот пасхальный обмен состоялся 16 апреля. Из российского плена в результате обмена вернулись 130 украинцев. Но какова судьба тысяч других попавших в плен и пропавших без вести, можно только догадываться.